Дима, доброе утро! Давно мечтала взять интервью у тебя, потому что ты известный человек, ты участвуешь во многих проектах, но самое главное, у тебя красивый бизнес, женский бизнес, бизнес, который делает женщин красивыми и любимыми. Очень интересно было бы узнать всем, кто слышит, видит тебя, как это все начиналось. Это начиналось с мечты или это была идея, вот откуда вообще это пошло? И второй вопрос сразу, как человеку, который мечтает открыть красивый бизнес, с чего начать? Какой первый шаг? Мне бы, конечно, хотелось, Ирина, рассказать вам красивую историю, как я это создал, но это тяжело представить, потому что в тот момент, в 96-м году я был в 7-м классе. Естественно, этот бизнес начали мои родители. Моя мама после окончания торгового техникума поступила на работу продавцом и доработалась до заведующего магазина, данного магазина. Это был номер 16, комиссионный магазин. При первой возможности в 90-е годы выкупить этот магазин, моя семья осуществила это. И главная мечта моих родителей была, чтобы дети получили высшее образование, и этот бизнес стал семейным. И тем, кто хочет заниматься данной деятельностью, им нужно выбрать нишу в этой огромной сфере деятельности. Мы уже видим большим городам, как ювелирные магазины делятся на подразделения. Такие, как просто магазины белого золота, магазины серебра, магазины, занимающиеся свадебной тематикой, драгоценными камнями, жемчугом и так далее. Мне кажется, выбрав одну нишу и занимаясь непосредственно ней, им будет легче. Нужно привлекать новую креативную молодежь, которая будет по-новому вести свой бизнес, помогать вам и выбирать партнеров. Так как мы партнеримся с подиумом Херсон, из-за этого возникает такая синергия и очень интересные проекты получаются. Дима, за многими проектами в Херсоне в области стоит твое имя. У тебя достаточно широкая деятельность. Как ты выбираешь партнеров? По каким критериям? Как ты выбираешь людей для того, чтобы получить хорошие результаты, для того, чтобы не обмануться? Скорее всего, принимается интуитивно, полагаясь на свой опыт. Со многими партнерами мы работаем уже много лет, 10-15 лет. Для нас важны очень порядочные соотношения, потому что в отношениях мы должны выигрывать оба. Дима, какой вопрос тебе еще никто никогда не задавал, но ты бы хотел на него ответить. О чем важным ты еще хочешь сказать? Это, скорее всего, вопрос о специфике ведения семейного бизнеса. Очень приятно, когда ты можешь обратиться к родным и близким людям за советом, выбрать правильное решение, ты им можешь доверять, полагаться. Взаимное уважение и хочется обнести ту молодую энергию дальше в продолжение данной кампании. Потому что мы видим часто, что западные кампании, которые существуют 30, 50, 60, 70 лет и так далее, они только развиваются. А мы сталкиваемся на Украине, что родители, создавшие некий бизнес, развивают его десятилетиями, а передать некому. К сожалению, такая проблема есть. И хотелось бы, чтобы у нас было наоборот в Украине, чтобы эти кампании развивались, росли и были десятилетиями. Наша цель и мечта, чтобы наша ювелирная сеть росла и развивалась в разных городах Украины. Хотелось бы создать свое ювелирное ателье, в котором мы могли бы сделать свои ювелирные коллекции, продемонстрировать вам. На данный момент мы пользуемся услугами ювелирных ательей в Украине, в которых мы заказываем наши эскизы, и они нам реализуют. В данный момент идет обсуждение о реализации такой коллекции и демонстрации ее на подиум Херцон. Это небольшая интрига, и вы все сможете уйти. Конечно, вопрос, на который хотят услышать ответ все женщины. Но такой мужчина, как ты, бизнесмен, мыслящий, глубокий, ценящий семью, что тебя привлекает в женщинах? На что ты обращаешь в первую очередь внимание? Что вообще мужчине важно видеть в женщине? Я обращаю на женскую красоту, на женский аромат, и в женщинах, скорее всего, я ценю доброту. Дима, твое участие в подиуме. Почему ты согласился принять участие, поддерживать этот проект и финансовым вкладом, и своим участием? Что ты, как бизнесмен, ожидаешь от этого? Немаловажным фактором принятия решения об участии в подиум Херцон стала Наталья Поповича, потому что столько, сколько она делает мероприятий в год, у нас никто не делает. Мне кажется, что такая площадка должна быть в Херсоне, которая популяризирует бренды, популяризирует у нас очень много дизайнеров одежды. Мне хочется, чтобы мы привлекали не только с нашего региона, но и с соседних, как минимум, а лучше со всей Украины, потому что Fashion Week есть в Киеве, во Львове, в Одессе. Почему у нас он не может быть? Мне кажется, это хорошее начало для проведения таких мероприятий. Поддерживая данное мероприятие, нам кажется, что только вместе мы достигнем большего. Субтитры создавал DimaTorzok